Сегодня, 28 апреля, 80 лет со дня создания украинской добровольческой дивизии «Галиция», которая в формированиях в АФНСС получила номер 14. Я не буду сейчас перечислять хорошо известные факты и историю этого формирования, которое, в общем-то, хорошо известно, и любой интересующийся может найти подробную информацию об этой дивизии. Я просто хочу остановиться на нескольких моментах, которые, разумеется, известны историкам, но широкая публика, в особенности русскоязычная, либо не придает им значения, либо вообще не имеет о них понятия и пользуется той информацией, которую выливает сегодня российская пропаганда, а когда-то это дело пропаганда советская. Начнем с того, что, вопреки мнению подавляющего большинства россиян, да и некоторой части украинской аудитории, идея создания подобного военного формирования и история создания и существования этой дивизии не имеет непосредственного отношения к организации украинских националистов, ни мельниковцы, ни бандеровцы никакого отношения к формированию дивизии Галиция не имели. Более того, на тот момент ООН Бандеры считал формирование подобной воинской части в составе германских войск ошибочным, в то время, когда Германия уже была провозглашена противником, и украинская повстанческая армия начинала проводить боевые операции против германских войск. В дальнейшем, в контексте исторических событий и того, что происходило на фронтах мировой войны, позиция отчасти изменилась и стало понятно, что целесообразно направлять в дивизию ООНовцев для ведения пропаганды с целью привлечения бойцов в состав украинской подстанческой армии, а также для качественной военной и боевой подготовки военнослужащих УПА. Разумеется, все это делалось скрытно, а германское командование, прекрасно понимавшее, что подобное поведение ООНовцев возможно, всячески этому препятствовало, хотя и не вполне успешно, и проводило тщательную фильтрацию вновь прибывших добровольцев. Эффективная деятельность германских спецслужб привела к тому, что число военнослужащих галицийской дивизии, перешедших в украинскую повстанческую армию, было не столь значительно, как можно было бы ожидать. При более эффективной пропагандистской деятельности ООНовцев и достигало нескольких сотен, а отнюдь не тысяч, и тем более десятков тысяч. Сама идея создания подобного вооруженного формирования принадлежит выдающемуся украинскому интеллектуалу Владимиру Кубиевичу и не менее выдающемуся украинскому военно-политическому деятелю Павло Шандруку. Я опять же не буду сейчас останавливаться на биографиях этих людей, каждая из которых насыщена самыми разнообразными событиями на протяжении XX века. Напомню только, что они были руководителями Украинского национального комитета, который предполагал себя в качестве правоприемника ОНР. А после признания германским правительством Украинского национального комитета как единственного представителя украинского народа, 17 марта 1945 года президиум комитета назначает командующим Украинской народной армии Павло Шандрука, который, собственно, был и председателем этого Украинского национального комитета. В дальнейшем 14-я дивизия СС Галиция была переименована в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии. Передо мной лежит номер газеты «Украинский путь». Это первый и, к сожалению, единственный номер, вышедший 30 марта 1945 года, в котором, собственно, и публикуется указ о назначении Павла Шандрука командующим УНА и декларацию Украинского национального комитета, подписанная Шандруком, Кубеевичем, Семененко и Терещенко. Кроме дивизии Галиция в состав Украинской национальной армии также вошли военнослужащие противотанковой бригады «Свободная Украина». Напомню также, что никаких юридических оснований для коллективной ответственности военнослужащих, прошедших через дивизии ВАФ-НСС в целом и 14-й дивизии Галиция в частности, не было. И несмотря на сильное воздействие советской пропаганды на протяжении десятилетий с изготовлением многочисленных фальшивок, реальным преследованием могли подвергаться только совершившие реальные доказанные военные преступления. Что же касается моральной стороны участия в боевых действиях на стороне нацистской Германии, то мы уже неоднократно показывали в наших исторических материалах, что Вторая мировая война – это была не просто война добра и зла, как это часто любят показывать пропагандисты различных мастей. Во многих случаях для разных народов в этой войне были трагические моменты, заставлявшие их находиться в собственных интересах на той или иной стороне. Это касается Финляндии, которая вела войну за освобождение своих территорий и вынуждена ее союзником стала нацистская Германия. То же касается Румынии, стран Балтии, ряд народов балканских стран, вынужден был в этой войне опереться на поддержку Германии, так как предвоенные события показали, что представители англо-французской коалиции не поддерживают их устремление к независимости. Мы также подробно рассказывали о тех же самых ситуациях на дальневосточных фронтах. Не будем забывать, что западные демократии точно так же в собственных интересах вступили в союз с чудовищным большевистским режимом Советской России. Режимом, который на тот момент уже уничтожил миллионы собственных граждан и совершил огромное количество преступлений против граждан других стран. Часто подобные политические игры приводили к очень тяжелым последствиям и многочисленным жертвам. Тем не менее, все подобные события нужно рассматривать во всей сложности и не мазать черно-белой краской. И в заключение добавлю, что Германия, конечно, с одной стороны, приветствовала создание подобного национального формирования, с другой стороны, были опасения, что украинские националисты могут использовать дивизию Галиция в собственных интересах. И поэтому, в частности, эмблемой этой дивизии стал не Трезу, а Галицийский Золотой Лев на голубом фоне. Кстати говоря, после того, как была сформирована украинская национальная армия, с сохранением национальных цветов в эмблеме появился и Трезуб. В любом случае, формирование Галицийской дивизии, в которую, как известно, на первом этапе записалось более 80 тысяч добровольцев, узнавших на своей шкуре, что значит большевистская власть и что такое счастливое государство трудящихся, стало важным фактором формирования украинского политического сознания. И понятно, что эти многие десятки тысяч добровольцев, как такие же добровольцы из многих других районов Советского Союза, рвались вступить в бой не за тысячелетний германский рейх, сам факт существования которого в середине 1943 года уже не имел под собой никаких оснований, а шли в бой против насильников и грабителей собственной земли и своего народа. И, к сожалению, их абсолютная правота подчеркивается той трагедией, которая происходит в последнее время и которая может быть продолжена еще много раз, если человечество, наконец, не прозреет и не очистится от лжи и невежества.